Итак, всем привет, с вами ДПГ и продолжаем играть в World of Blades за Советский Союз И начинается новая стадия нашей атаки Я уже здесь вот раздал приказы Будем мы атаковать уже и здесь Начинаем сжимать это кольцо Это уже больше на кольцо похоже начинает Ну, относительное, а не на клещи И продолжаем здесь также наступать, продолжаем здесь наступать Чем дальше мы откинем фронт в Германию Тем проще нам потом будет в нее, очевидно, наступать Потому что там потом и в Германии будут тоже защитные фокусы Я уже немножко посмотрел Дело в том, что на русском здесь, видите, нет локализации Это относительно недавно переработанные фокусы Но, в общем-то, там пойдут фокусы на то, чтобы в стейтах было по 20 атаки и защиты на нацпровках То есть, ну, немецкие дивизии будут защищать свои территории на 20% сильнее В принципе, у нас тоже хватало таких бафов, так что мне нечего жаловаться Но, да, за Германию битва будет еще тоже серьезная Но у нас пока битва на то, чтобы отбить у немцев все наши здесь территории Потому что, я напоминаю, все еще немцы под Москвой стоят Из-за того, что здесь большие форты Я не хотел их долго пушить Но время пришло, и мы начинаем Еще я немножко поменял иконки для танков Тяжелые теперь с иконкой вроде как ИСА А вот с 34-ками поновее Выглядеть, они стали чуть-чуть попривлекательнее И забавный факт, у нас топливо, видите, тоже расходуется жестко Потому что мы всей нашей танковой армией двигаемся одновременно Ну и пехотный тоже И пехотный у нас тоже потребляет, если что, топливо Потому что в них есть моторизованные какие-то вещи Ну и плюс, да, здесь видите тоже машинки Короче говоря, даже здесь потребление есть И это вызывает проблемы, но на самом деле нет Там всегда есть возможность, если что, у США закупить столько, сколько нам нужно Но получается, я не зря прокачивал вот эти фокусы Вот, точнее, исследования И, в принципе, вот это я тоже докачаю Как закончится это Единственное, я заметил, что здесь 3 дня Так что давайте сначала возьмем этот, потом уже этот А вот новый механ подъехал Отлично Кстати, по-моему, здесь я все-таки набрал 100% Поэтому давайте нашего самого слабого шпиона Который на самом деле все еще очень сильный Отправим сюда А часть уже раскидаем, пожалуй, здесь Чтобы он набирал нам, ну, разведку Чтобы мы видели, что здесь происходит Хотя по факту я бы сказал, что мы так основную часть видим И мы уже заходим на территорию вообще Румынии Вот здесь вот Так что здесь некоторое окружение можно сделать Конечно же, точнее, уже сделано Можно его уничтожить И движемся дальше Чтобы вот это все зажать Ой, я нашел еще одни немецкие хорошие танки Это у них, конечно, да, жесткие Они еще и опытные Я подозреваю, что вообще их подспавнили немцы Потому что они очень обученные Собственно говоря, опыт плюс 60% Вот про это я и говорю Так что я подозреваю, что они не сами их получили Но, тем не менее Заплощить и вот это тоже уничтожить И все зажимаем жестче и жестче их И вот последняя провинция, что отделяет их От полного окружения на востоке В принципе, оно уже началось Здесь, видите, уже припасов нету Потому что здесь, скорее всего, ЖД нету, верно? Ну да, так и есть Мы припасы их последние отбили Нужно сразу нажать вот так Хотя машинок у нас немножко не хватает Американцы вообще нам поставляют их вроде как Да, причем в хороших количествах И механам тоже поставляют в хороших количествах И могут еще и средние танки нам поставлять Я не против Истребителей у нас достаточно А, ну, пускай 1300 танков там поставят Я, ребята, не против А вот новые 34-ки готовы Сразу же мы идем в Т-44 И меняем, пожалуй, на новые Там мы теряем эффективность Но я думаю, от этого стоит Потому что они апаются постоянно А еще какой-то слот у нас сменить На еще одну технику Пожалуй, вот эти тут два Этот Подождите-ка, это нет, это нельзя менять Тогда что, СУ, который я хотел Во флот пытаться потихоньку выходить Надо сменить на СУ-100 Потому что нам эти установки тоже нужны Потому что вот эти танки И, очевидно, Тигры мы не очень пробиваем нашими танками даже Нам нужно это менять, конечно И вот мы отбываем Киев Там уже какие-то воровские войска остались Напоследок мы их тоже добьем С авиацией у нас все становится более-менее хорошо Как бы мы до этого зеленый воздух имели Но сейчас прям Там, где мы активно в боевых действиях ведем Там контролируем 100% Здесь, конечно, периодически бывают Спорные ситуации Да и здесь, на самом деле, они Типа более-менее спорные Но благодаря нашим радарам Да и, в принципе, эффективности Потому что мы стоим прямо вот здесь вот Они, скорее всего, откуда-то отсюда пытаются долетать Мы, конечно, хорошо размениваемся И, в принципе, чувствуем себя неплохо Типа да, вот Конечно, бомбардировщики теряем Но какова и судьба Мы можем очередные заводы объединить Это бронетехника-скорость Да, давайте Скоро мы закончим все это делать А там уже и морские заводы тоже подъедут Опять-таки, это так уже ради удовольствия Но на самом деле, вот сейчас у нас будет авиагруппа Роскова Или Роскова, не знаю, ударение, извините Тогда тоже мы это возьмем Кстати, тут еще скрытые есть эти вот исследования Ну, как скрытые, потому что надо просто почитать на самом деле Что дают исследования И мы получили тут стабилизатор, автозарядчик И как-то высокорадиус Господи, я не помню, как на русском В общем-то, определяется дистанция Вот И мы их и поставим, я думаю, на наш ИС Потому что, ну, почему бы нет Следующий тяжелый танк у нас будет не скоро Как бы только через годик где-то мы его начнем исследовать Он 45-го года Так что, я думаю, можно взять и улучшить наши танки Неплохо так Единственное, я вижу, здесь нельзя качать броню Можно только поменять вот эти бронелисты Потяжелее И давайте это тоже сделаем Сделаем наши танки прям солидными-солидными Поехали Я вижу, что здесь современные танки, пантеры Стоят без прикрытия Кстати говоря, вот эти Т-44 Это тоже современные танки Так что мы реально сможем начать Использовать немецкие, современные У нас 200 пантер уже То есть, ну, это реально можно один Батальон поставить И у нас реально не хватает машинок, я вам скажу Надо бы прям на них сфокусироваться еще сильнее В свою очередь, легкого пихотного у нас очень много Можно какую-нибудь казуальную пятерочку Отсюда все-таки выкинуть О, смотрите, кто проснулся Решили они атаковать наши вот эти дивизии Ну, ребят, уже немножко поздновато, во-первых Во-вторых, ну, это ни к чему хорошему не приведет А вот и окружение готово Ну, здесь где-то солидных, я не знаю, дивизий Здесь 27 написано, это еще 10 тоже части окруженные То есть, где-то, ну, дивизий так 40, я думаю, здесь есть Ой, они резко начали пробовать контратаковать здесь Ну, я думаю, этот современный танчик мы все-таки соберем себе А Кенигсберг параллельно вон там вот тоже Попробуем А можете вы, ребята, нам помочь? Что-то они хотят А, и они в итоге По-моему, они тему все только сейчас Улучшат ситуацию Они еще один танк туда завели В общем-то, удачи им с этим Ну, и мы здесь не стесняемся И начинаем тоже присылать их тут И не забываем то, что можно присылать их и здесь тоже Потому что мы и там, и там уже сильнее А вот и наши дивизии тоже Я так понимаю, сюда ИСы доехали наши Верно? Надеюсь на это, по крайней мере Да, так и есть Сюда приехали наши ИСы и прорыв резко стал приятным Я думаю, можно попробовать на одну авантюру, так сказать, подписаться Рваться и капитулировать, заставить Румынию У нас шансы все на это есть И, в принципе, потом пойти Балканы подушить Потому что, ну, опять-таки, шансы очень солидные на это И вот это окружение готово Здесь еще микроокружение Вроде как тоже сейчас будет готовым Можно его, пожалуйста, туда со всех сторон закрыть Отлично И, по ощущениям, я и Румынию успею тоже здесь вот подзакрыть И здесь, кстати говоря, Пантера сейчас Тоже в окружение попадутся О, 100% движения уже не нужен, но Точнее, уже отсутствует, но он уже и не то, чтобы сильно нужен И Пантеры исчезают Татанчик, конечно, такого, но нет Пантеры исчезают быстрее, очевидно И мы, по ощущениям, сейчас еще и вот здесь вот тоже какие-то танчики успеем прикрыть Я, в целом, только за Наступление идет отлично Куча теперь войска освободились сзади вот здесь вот Я, пожалуй, их переброшу куда-нибудь сюда Частями Чтобы они успели дообучаться А затем, когда Линия фронта немножко стабилизируется Найду им лучшее применение Конечно, часть вообще можно сразу сюда отправить Очевидно Но все равно, пускай кто-то еще поучится Взобождать нам еще Целую Европу предстоит, ребята Советский Союз уже идет К вам всем И новые заводы объединяем Пехота скорость не так интересна Как, допустим, пожар, селирическая атака Ну и ВВС тоже докачиваем Слушайте, все пока шикарно У нас нам бы Еще только экономику немножко оживить Но, по-моему, у нас еще эти кнопки недоступны, да? Ну да Кнопки на восстановление вот этой Экономики нету И это грустно, потому что, ну, мы прям распадаемся на глазах Единственное, я думаю, что то, что можно будет делать Это обязательно службу Поставить вместо взрослой Чтобы чуть-чуть мы медленнее распадались А там посмотрим Может вообще Даршина призыва сможем пуститься Но, скорее всего, нет Но факт того, что Экономические Клапсы Эту вот экономическая душка происходит Это факт И вот еще одно Микроокружение Ликвидировано Так, здесь тоже все так же Как я и говорил, мы Где-то соточку еще накинули себе всего Ресурсов тоже накинули Собственно говоря Всего понемножку Ну, конечно, военных заводов у нас в севере просто, ну Очень много Как я и говорил И СУ будем теперь производить Десять штук, я думаю, хватит И СУ-соты Мы тоже должны производить Их еще один месяц Надо ждать Нет, кстати говоря Пытаются авиации наш флот пробить Вопрос у них получается Слушайте, ну Пока что нет Если они захотят сюда еще слить авиацию Я не просил Буду пока что Господи, 2300 Безумные цифры И начинаем Здесь так же Продолжать наступление Не останавливаясь Ну как, мы сейчас остановились Немножко перегруппироваться Болгария просит о мире Так На пол контроль Да Болгария свечет сайт Да-да Как сказать Болгария передумала Ну Окей, окей Мы ее простим За, конечно же, контроль над ее Полной политикой И наши войска сейчас в Румынии должны капать И потихоньку будем Переходить сюда Такое время радует То, что здесь такие ивенты есть Потому что это, в принципе, то, что в реальности и происходило Вот авиагруппа вот эта готова Можно сказать, я говорю Линию Молотова построить Представляете Слава Красной Армии Красные, господи Ну ладно Плюс-минус пять опыта И тактика Opel Blitz Если кто не знает Это уникальная советская тактика Интересно, здесь будет написано Пока что нет Но, в общем-то, это Тоже лучшая тактика в игре, в принципе Плюс-минус И мы уже проходим в Danzig Потихоньку все ближе и ближе К сердцу Германии Все движется Наша победа не за горами И знаете, что я думаю Пора уже сделать А, так нельзя Да Пора, в общем-то, уже сделать Фронт один-единый Потому что Мы, в принципе, наступаем И да, я не люблю Автопланы Поэтому мы не будем Прямо вот именно атаковать Но Как минимум Чтобы фронт Нормально удерживался Да, мне Это подойдет Осталось только Поудалять все Приказы, что здесь вообще есть А их, ну, как бы Очень много И делаем Один большой Батл-план Для всей этой прекрасной армии Это раз Два Пожалуй, вот этим ребятам Тоже можно было бы Делать нечто подобное Здесь, да, есть некоторые Не совсем обычные челы Но Потерпим У нас очень много Дебафов Точнее, бафов На минус припасы И вот так Кстати, говорят Британия высадилась в Сицилию Я чувствую, скоро Италия А, ну, Италия уже, по-моему На приколе Тут Муссолини раньше был Вопрос только Почему еще Не появилась Итальянская барионетка Но, может, скоро появится Вот наши дивизии Начинают двигаться И сейчас будут Формировать нормальную Собственно говоря Линию фронта Единственное, я вижу Что здесь у нас Окруженные немцы И окруженные пантеры Надо их, конечно же, уничтожать Оба, на конференции Я так понимаю Это уже историческая тема Не перейдено Но, в общем-то Они хотят, чтобы мы Помогли против Японии После того, как С Германией разберемся Да, конечно Таков и был план И на севере мы вообще В саму Германию Заходим Здесь все-таки горы Здесь сложнее Эту фигню мы все еще добить Не можем Нормально Хотя уже прогресс Некоторые есть Так, Финляндия хочет мира Ну, слушайте Та-да-да Ну, слушайте С одной стороны Можно сказать нет А, там 40 поддержки войны Не, но мы такого себе Позволить не можем Так что Да Это для нас Пойдет Основодить нам армию Хотя нам Как бы здесь Не особо нужна Но Допустим И есть у нас Сус-100 Можно Здесь все производством Здесь еще потом будет Сус-122-44 Еще лучше Давайте хотя бы Сус-100 Добавим тоже В наш производственный список Еще одни паттерки Здесь окружаются Ну, уже немец Тут сыпется И как-то Я даже не вижу У него вообще Каких-либо аутов И вдруг, конечно, бы В один момент Просто отступил Когда у него так Фронт посыпался Но Бот так не умеет Он продолжает Сражаться бэтл-планами Ну, вроде не умеет Так что Продолжает сыпаться А вот здесь Наконец-таки Мы добили Это горное окружение Там было Несколько танковых дивизий Одна из которых Была современной Я помню, я говорил Про потери Что немцы нас догонят О, да У нас 8,1 от немцев А у них 7,4 Осталось всего Немного Тут еще И итальянцы От нас Тоже потеряли И Ну, то есть Типа в сумме То, конечно, они уже Больше потеряли от нас Румыния Вон 1,2 Венгрия 800 Ну, кстати А, ну там еще Болгария была Но она, видите Уже перешла на нашу сторону Так что Вот так А вот еще одна доктринка Подъехала Можно вот эту взять Это очень мне Кстати говоря Сейчас нужно Но Это нужно, чтобы Прям танками пробиваться Потому что танки теряют Много арги Ощущениям А я бы, честно говоря Вот это хотел бы взять Что-то из этого Прорыв организации Либо просто Противопихотная атака А здесь поддержка А здесь поддержка Организация тоже Атака Либо Скорость восстановления Атака Ну, я думаю Надо просто здесь Вот плюс здесь Эти брать И Хватит А тут еще Югославия Смотрите-ка Восстала Наверное Или что Ну, в общем-то Вот она появилась Я, кстати говоря Не против Только Проблема в том Что они сейчас Мне из-за этого Наступление сорвут Ну, удобное Хотя здесь И не то, чтобы наступаю Все-таки Основная часть Вот здесь вот происходит Что там мои танки И именно там Удобно наступать И вот мы уже Потихоньку Подходим к Берлину Уже в 44-м Еще даже зимой Как бы Да, здесь все Снега есть Но Мы справляемся И соединники В Италии пушат Кстати говоря Высадки в Нормандии Все еще пока нету Испания здесь есть Странно выглядящая Допустим И Япония Бедная Которая Вроде как И даже Кстати говоря Не бедная А такая Ну, очень солидная Она тут Смотреть Сколько всего Подзахватила Но Но я не вижу У нее будущее Потому что Она Китай Все еще не пропушила В Индию Залезла Куча Везде Территорий Подзахватывала Но Но Нет Везде все красно Германия Пойдет скоро Хотя США Я заметил Что в этом моде Очень часто На море Не могут Никак выиграть Просто Тут уже Битвы за Берли Начинаются Наши войска Прям Все ближе И ближе Интересно Есть ли здесь Какой-то Скриптовый мир После падения Берлина Нам бы Какие-то вещи Намного Проще Сделала Может Есть А может Нет Скоро Узнаем И вот Она Куча Проится Вокруг Берлина Из-за Этого Сложно Понять Что Там За Что Идет Битва Но Вот Танки Советские Входят Берлин Так Там Капитулировала Я так понимаю Польша Или кто Как будто Польша Мы Здесь тоже Продолжаем Атаковать Только Берлин Мы взяли А есть Ливен На Берлине Надеюсь Да Пошло И 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 Друзья От Имени И Покручению Советское Правительство И Союз Коммунистической Партии Большевиков Поросю Поросю И Поздравляю Великой Победой Азербанским Ситералитом И Поросю Столица Нашей Родины Москва От Имени Родины Поросю Правительство Советских Воинов Одержавший эту победу, сегодня варили победители наискут по улицам отцы и мимо тех четвертых земля свои боевые цены, покрытые бессмертной главой многочисленных побед. Четыре года назад немецко-фашистские полчища-боросбойничи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за руки, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего наследства. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас дожорым и грозным испытанием. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не подали духом, отразив атист немецких войск. Красная Армия перешла в решительное наступление, очистила от врага повестную землю, перенесла войну на территорию Германии, на голову, на францию и на русскую армию. И возручила камера победы над Берлином. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, регионных штабов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена вправо. Ее чудовищная военная машина отручена. Присторганная китлерская правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе деквинирует. Человечество избавлено от варегов, большего врага, германтского фашизма. Снение все пристою, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз играл равную решающую роль. От вытяжения трех лет Нашая армия один на один Пожалась против вооруженных сил Германии и ее герцелитов. В отечественной войне Нашая армия с честью оправдана великое доверие народа. Ее главные воины достойно выполнили с бойцов перед Родиной. Нашая армия не только обстояла свободу и независимость нашего отечества, но и избавила от немецкого иго народа Европы. От ныне и навсегда наша победомастная красная армия пройдет в мировую историю как армия освободительница, повеянная ореолом немеркнущей славы. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политической единства народов нашей страны, исполинской силы красной армии и добрестный суд советского народа. Товарищи, победу над германским импульализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. истокий шипов с врагом ало всех добрых маха наших боевых друзей, лучших унов и дочери нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их священную память и председат вечное слово героев молодцы стоят за нашу советскую родину. Товарищ и гости в жизни пойдет в истории отвертой демонстрации силы и могущества сашины государства и его народовности отдаст будет наша победа слава победителям воинам отдаст честь свободу выигрывающему нашей родины. Слава великому калерийскому народу народу победителю. опоздал я немножко но оно пришло. Хотел я уже встречу закончить но получилось как получилось. И что ж давайте сейчас немножко займемся дележкой нового мира. Ну и что ж так вот выглядит мир мы полностью в одиночку я бы сказал выиграли эту войну поэтому мы смогли большую часть территории себе подчинить в принципе в Европе почти все территории подчиняются нам если кажется здесь были немножко так себе выглядящие границы из-за видимо рисковые сориатах и всяких решений у Германии здесь другие были территории и они немножко по странному нам отдались ну ладно как получилось так получилось уже да нам помогали американцы и британцы это стоит признать поэтому я считаю здесь уже вариант мира в котором мы будем сражаться наверное не очень мне хотелось бы видеть да возможно начнется холодная война но американцы еще не успели ядерные бомбы исследовать так что с ними мы воевать не будем ну и еще у нас осталось единственное конечно же Японию захватить но я честно думаю это можно уже оставить за кадром потому что ну на отдельную серию я думаю это оставлять не стоит а в этой уже много времени осталось тут все будет достаточно просто у нас ну согласитесь уже непобедимая танковая армия собственно говоря статы в ней отличные а если на бумаге с нашими последними танками так вообще шикарные пробиться сквозь Японию проблемы не будет так что на этом мы пожалуй нашу партию и закончим получилась она очень интересная для меня очень насыщенной я уже очень давно не воевал вот так вот долго несколько лет борясь за провинции борясь за воздух за буквально производство думая куда что инвестировать в общем-то получилось очень интересно на мой взгляд надеюсь вам тоже понравилось оставляйте комментарии подписывайтесь так же если вы еще вдруг не подписаны оставляйте лайки и до скорых встреч всем пока пока Продолжение следует...